Покажу уже три года по всем инстанциям насчет отопления. В доме вообще не отапливаются. Как-то домой приехала, 8 градусов в квартире. Ну, везде ходила. К Бахитову тысячу раз ходила. И у меня все бумаги есть, я вам могу все показать. Геонину писала в прокуратуру трижды. И даже дважды сама ходила туда, и у меня бумаги есть все зарегистрированные. Вот какого числа была, каком году, да. Посылала заказным письмом с уведомлением. Уведомлений тоже есть. Ответа ни на одно не получила. На нашей улице 13 домов вот таких, да. Здесь 156 квартир. 23 квартира без АГВ, а остальные все с АГВ. И еще детский сад здесь отапливается, вот этой котельной. Ну, все слесаря говорят, что вся система нарушена, топительная. Потому что вот наш дом 18-квартирный. Здесь 11 квартир с АГВ, а 7 нету. Вот мы вдвоем бьемся. Вот четвертый год пошел. За то, что нам установили АГВ. Опираются на то, что у них такой есть закон. И если только они нам могут сделать, если стопроцентный дом, согласиться все на АГВ. Ну вот мы вчетвером тут согласны, а трое злостные неплатищики. По 300 у них с лишним тысяч долгу. Но мы не должны страдать из-за них. А один сосед у меня живет на площадке. Умер в июле месяце. Куда вы будете посылать ему теперь? На кладбище? У меня столько этих болячек, что я не могу жить в холоде. У меня инфаркт на сердце операцию сделали. Почки больные операцию сделали. Легкие порвала. Сломала 7 ребер и все пленку порвала. Я лежала в больнице в Москве 2 месяца целых. У меня хронический астматический бронхит. Не в холоде никак нельзя жить. Я спать ложиться, я включаю электрическую грелку, чтобы мне постель нагреть и лечь. В 84 года ребенок войны, отец погиб, сирота. У мужа брат 16 лет погиб, тоже партизан. Я из Брянской области. Два года оккупации. Я просто помню немцев, хотя мне столько лет. Я помню, какая у нас была хата эта. К нас вообще выгнали в то время. И мы четверо детей. Мама, конечно, отец на войне. Погиб прямо первый год войны. Я поступила в институт. Пять лет проучилась. Между прочим, училась, как сказать, в Латвии. Которая, кажется, в Латвии, в Дагово пился. Город был почти русский. Нормально, нормально в то время, в 55-м году. Закончил институт, вот сюда приехала. Да, поселок был, очень понравился. Где бы я в Молдавии два года должна была отработать. А здесь все было так, шахты работали, свет был. Сейчас здесь света нет на улице, ничего. Вообще, вот эта сторона вообще не греется. Вы понимаете, это просто не, как сказать, не фантазия. Но встаешь, не можешь выйти, не умыться. А на себя напяливаешь, что хочешь. Вот встал с кровати, вот за этой комнатой одна там, спальня. И то у нас обогреватель вот такой, да? Вот тогда можно как-то 10-12 градусов, все, больше ничего. Ну какая может быть отопительная нормальная система? Вот эти рапорты, так сказать, рапортуют кругом. Если через два дня сливают, они нагреваются. Проходит время. А где гарантия, что они ночью не охладятся? Где, куда бы ни обращались? Я столько писала. Вот приезжает комиссия, а почему не пойти, не предупреждать их, а пойти к тому же Бахитову, посмотреть, сколько там заявлений. Вот январь месяц. Мы вынуждены обратиться напрямую к губернатору, чтобы нам дали разрешение установить АГВ в квартире. Мне 86 лет, я человек очень больной. Мне надо только тепло, я не могу жить в холоде.